Всем привет! С вами Аляс с канала Береглаб. Сегодня я вам канх и Дмитрий Сенек. Начинаем обзор солнца. Как обычно, включаем наш кинотеатр и смотрим, что происходило за последние часы на нашем светиле. Вот, мы видим, сейчас улучшилась ситуация. Наконец-то вернули, и мы можем увидеть полноценно, что же вчера происходило. Такое ощущение было, что немножко не показывали вчера. Ну, вот смотрите, как ни странно, все началось, судя по всему, с 48-й зоны. Именно здесь основной запал происходил. Вчерашних событий, я имею в виду, вот эту вспышку Х9,1. И после этого вот, вот здесь вот видно отлично, да, гала, которая практически по всему солнцу, по всему диапазону наблюдалась. Потому что 42-я зона смотрела как раз прямо на нас. Ну, здесь вот она более расширена, но все равно вот можно прямо вот здесь узреть. Плюс здесь подсоединение уже идет на 6-ти часах. И вчера было отлично видно при более фокусной съемке, что вот здесь вот в районе 2-х часов. Там был протумиранец, который поднялся, он подвис над солнцем, потом рухнул на солнце. Поэтому вот здесь вот тоже такие эффекты были. Ну и пошли расширения. Опять обратите внимание, 48-я зона опять здесь выбросила еще одну вспышку. Но это уровни М. И после этого пошли вспышки уже... Ну, я думаю, что это тоже 42-я делала, но уже с выбросом, с таким мощным, ну, по касательной направленной сторону нашей планеты. Потому что она немножко свернулась. Может быть, это 44-я зона еще, да, в этом участвовала. Сейчас мы посмотрим по приборам, какие зоны, что участвовало. Но, в принципе, мы видим, что интенсивность очень большая. Судя по всему, вот это началось с того, что начало вот это... Меркурий, да, убегал вначале, сейчас еще можно увидеть вот здесь вот. И началась как раз стрельба по Меркурию вот это вот. А потом перешло и на центральные регионы. То есть, вот такая вот сложная картина наблюдалась, сложные процессы на Солнце. Ну, вот здесь вот, да, такой триумбират получается, да, тройничок. Ладно, давайте посмотрим последний кадр, что он показывает. Ну, вот Меркурий уползает от Солнца. Здесь у нас в сторону 6 часов большое количество выброса плазмы. Ну, и также в районе часа-двух тоже. И видно, что мутно, да, мутное вот это здесь пространство. Это муть, это и есть плазма. Ну, и она летит в сторону нашей планеты. Вот, давайте смотреть приборы. Вот основное X9,1, X9,05 было. И после этого M6,7. Вот эта вот вспышечка. Плюс еще где-то 4 штуки были уровни M, но они такие слабые. Максимально из них 2,3, а так 1,5. А, хотя вот M4 было, еще M4 было, да. Это уже сегодня. Давайте глянем, какие же зоны в этом участвовало. M6,7, 43-я зона. Ну, да, чувствовалось. И 44-я там тоже участвовала. Вот, X9 это основная. 42-я, потом 44-я вот эти выбросы, да, делала. 41-я, кстати, там тоже участвовала во всем этом зоне. Ну, смотрите, прям дружная, дружная работа здесь получилась. Ну, и вероятности у нас довольно-таки высокие. C-класс 99%, M-класс 75%, X-класс 35%. Но надо отметить, что они не увеличились со вчерашнего дня. То есть, они остаются практически теми же самыми. Что у нас изменилось здесь? Видите, здесь 47-я зона, но она нас мало интересует. Она далеко от экватора и, в общем-то, мало развита. 48-я вот такая, да, довольно-таки мощная. И 49-я зона, да, мы об этом вчера говорили, то, что она подвернется. И вот она подвернулась. И здесь сразу видно, что в ней есть пятна. Она с хорошим потенциалом. Ну, что самое главное, она находится на экваторе практически четко. И может играть вот с 48-й зоны. А так, обратите внимание, вот 44-я зона как мощно развилась. Да, и 43-я здесь тоже. Вот 42-я. 42-я, мне кажется, даже немножко стабилизировалась после этих выбросов, которые произошли. А вот 44-я сейчас принесет, судя по всему, подарки для Юпитера и Марса. 41-я тоже активировалась, да, там, M-ками, вспышками. Ну, давайте посмотрим статистику, что она по этому поводу говорит. Статистика у нас следующая. У нас 106 пятен сейчас, то есть превысили сотню, в 10 активных зонах. Причем из 10, обратите внимание, что 3 находятся в бордовом цвете. Это, наверное, гамма-зетта уровень, да, это 42-я, в нем 31-е пятно, 44-е, 21-е пятно и 48-е уже 16 пятен, да. 49-я пока 5, но я думаю, что она очень быстро перейдет в желтую зону, в оранжевую зону. Ну, вот как 43-я здесь 16 пятен. Ну, так-то довольно-таки все бодро на нашем светиле, да, за последние сутки. Вот, о чем я говорю, вот эта 49-я зона, смотрите, она уже сейчас вовсю там какие-то активности выдает. Ну, и вот этот конгломерат, здесь видно, что 42-я зона, здесь вот тоже сейчас какие-то микро-вспышечки на уровне С, скорее всего, там что-то производит. И вот эта вот темная такая здесь зона, видите, она как пытается увеличиться. Давайте как раз сейчас посмотрим, что об этом говорится в разделе дыры на Солнце. Так что это сегодня как-то замедленно все работает. Ну, нет, не образуется здесь дыра, но пытается, да, прям видно такая попытка. Дыра, судя по всему, вот здесь будет в северном полушарии, но она довольно-таки далеко от экваторов при полярной зоне. Вот этот протуберанец здесь такой нестабильный, здесь тоже такие нестабильные протуберанцы. Ну, и вот в районе экватора здесь тоже такая система протуберанцев находится. И никто вчера не обратил внимания, не было обсуждения, что же происходило в 48-й зоне, что вот это за бутон был такой странный. Ничего не нашел я пока что в обсуждениях. Может быть, никто даже не обратил внимания на этот факт. Ладно, давайте почитаем комментарии. Гульмкам Азимбаева пишет, я первая сегодня ждала с утра. Спасибо вам большое за ожидание и даже извините за ожидание, то есть вчера был праздник. Экомеханикс World пишет, третий результат, тоже результат, дали 10 сердечек. Алекс, большое спасибо за труд, благодарю вас. Так, Светлана SF9 пишет, я чувствую себя очень плохо, с трудом хожу. Я Скорпион, привет вам Сокермана, всем добра и мира, и дали те 6 сердечек. Благодарю вас. Так, пишите, особенно ноги и задница. Вот и теперь и не верь эгороскопам, что на старости лет приобрету такую болячку. Мне будет 73, но сказала внуку, не буду умирать пока. Ты не подаришь мне внука или внучку. С приветом, старинный город Аккерман, всем здоровья. Спасибо большое и очень отличный настрой у вас, да, именно так и надо. Алексей пишет, доброе, тоже в горах, 500 метров на уровне моря, состояние чумное, как после хорошей пьянки, это Телецкого озера. Ну, привет Телецкому озеру, да, там прекрасно, осенью, наверное, очень красиво. Так, Нина Чебанюк пишет, я тоже скорпион, эти дни хожу как пьяная, чумная, как будто что-то происходит. Ну, видите, какая активность на солнце, и у нас все в системе взаимосвязано. Маринелла Саюталина пишет, дали 3 сердечка нам, спасибо большое. Роза Геровская, передблагодарю Алексею, дали 3 сердечка. Очень приятно, Роза, спасибо. Так, Приора пишет, голова болит жутко весь день, выздоравливайте, да, период очень тяжелый, Елена Урарова дарит 5 сердечек, спасибо вам большое. Так, Татьяна Соловьева пишет, приветствую всех. Алик, спасибо за обзор, что-то я побаиваюсь, это 48-я зона, сильно будем наблюдать. Да, зона непростая, вот 48-я, 49-я, когда они повернутся, непонятно. Ну, это после выходных, какую они там еще концерты строят. Так, Людмила Чайко пишет, благодарю за обзор, дарит 3 сердечка. Алла Лосева дарит 7 сердечек, спасибо вам большое. Домбра хлопает в ладоши нам, благодарит за труд добросовестный, спасибо большое. Так, вот Дроллера пишет, плотное облако плазмы в сторону Земли есть, просто загрубили вывод данных. Система не под общественным контролем, поэтому ее данным доверять нельзя. Кто ей управляет, тот и управляет данными от Солнца. Я писал ранее, что это очень чувствительные данные, по которым можно делать много прогнозов и выводов по поведению систем, типа человеческая цивилизация, биржевые рынки, военные конфликты. Поэтому дают, что захотят. По сути, обманывают, но не до конца. Сама матрица может от такого накала страстей от Солнца становиться менее чувствительной, выгорать. Чтобы сенсоры не глючили, могли снизить порог сигнала на входе в АЦП с фотодатчиков. Поэтому вспышка Х9 в сторону Земли выглядит, как год назад Х3. Просто адаптирует электронику, либо предусмотрена была резервная схема с набором резисторов, либо алгоритмами снижает показатели. И визуально получается не так катастрофично. Могут население беречь от паники, хотя это, по сути, обман. Многие, имея правильную информацию, могли бы принять меры и выжить в этой катастрофе. А это катастрофа, по сути. Спасибо вам большое. Но я не думаю, что это прям катастрофа. Юлия Красотульна пишет, как интересно. Да, действительно, у нас очень много интересных вещей обсуждаются на канале, в телеграм-канале. У нас очень много интеллектуалов там. Но мне кажется, что все-таки все пройдет помягче. Хотя северные сияния будут довольно-таки далеко уходить в южные регионы. Ну, не знаю, сейчас осенний период, такой вот Европа, мне кажется. И азиатская часть очень маловероятно, что там увидят северные сияния. А вот в Восточной Европе, может быть, Западной Сибири, вполне реально. Так, на Урале тоже. Елена Кириллова дарит 7 сердечек. Извините, спасибо большое. Оксана Шученко пишет, приветствую, Алекс. Благодарю вас. Спасибо, Оксана. И Нина Чебанюк пишет, благодарю за полезную информацию и за ваш труд. И дарите 3 сердечка. Спасибо вам большое. Мы идем дальше, смотрим теперь, что у нас по планетам. Вот почему я говорю, что они сейчас отворачивают. Это 42-я, 44-я, 43-я зона. И вот они будут как раз бить в дальнейшем по Марсу, Юпитеру и Урану. По вот этой вот команде. Дмитрий Бровин пишет, спасибо большое за ваш труд. Все очень обстоятельно, добротно и предельно информативно. О, я очень рад. Но вы знаете, это не труд, это я все делаю в удовольствие. Так, Света Светик пишет, в фильме «Меланхолия наша планета сталкивается с другой планетой. Тоже у людей паническое настроение, страхи. Но то, что люди сами себя уничтожают и других в реальном мире, это и войны, и искусственные пандемии, эпидемии. Этого надо бояться больше. Кому-то выгодно. А то бы давно прекратили бы все это. Все-таки живем в 21 веке. Мир прекрасен, а мы его сами уничтожаем. Благодарю вас, Алекс, за интересную информацию. Дайте три сердечка, берегите себя и своих близких. О, отличный комментарий. Прямо супер. Прямо подытоживает все, что мы говорили раньше. Но мы идем теперь смотреть геомагнитную обстановку. Пока что двоечка, два с минусом. Все тихо, все спокойно. Хотя вот прогноз подправили и прям будет накладка. Потому что сначала разогреется от вспышки X7.1. Геомагнитная оболочка, да? Магнитосфера, точнее, Земли. А затем у нас пойдет уже такая затяжная как бы буря. Потому что с большим количеством плазмы, с большим, да, ожидается до третьего уровня. Ну и затем пойдет затухать. В общем-то, на все выходные зрелища хватит. Ну и будут, судя по всему, какие-то торможения в различных социальных сетях. Вот будете обращать внимание на это. Может быть, какие-то сайты будут выпадать. Вот такое вот, скорее всего, это будет. Так, переходим к вулканам. У нас вулкан ничего не меняется. 67 так и остается активных вулканов. У нас Саванозий Джима извергается. Вот здесь вот в Японии. Левотуби на острове Флорес. Выброс пепла составил 3 километра. А затем Мирапи. Там очень много влаовых выбросов. Что-то порядка 20 за последние сутки произошли. В Семеру, в Восточной Яве, там 4300 метров над уровнем моря. Высота пепла. А затем в Латинской Америке, здесь Фуэго, Гатемале. Там выброс пепла 4600 метров над уровнем моря. И Ревентадор тоже 4600 метров. Вот так вот интересно. Сегодня самый мощный вулкан это Фуэго и Ревентадор. То есть, они занимают первое место. Делят первое место. Вот так вот правильно сказать. Ну, идем теперь смотреть сейсмичность. А вы знаете, он остается на низком уровне. 41 крупное землетрясение за последние 7 дней при норме 50. То есть, 80% от нормы будем считать. И за последние сутки что здесь интересно у нас? На Львутах 5,1 на Уадака 35 километров. Затем Кермандек 5,3 на глубине 10 километров. 4,9 в Тонге. У Тонге 167 километров. Затем это в Индонезии Восточной 4,8. 4,8 на глубине 110 километров. В южной части Индийского океана здесь 4,9 на глубине 10 километров. И, как ни странно, у Норвегов. Смотрите, у Норвегов прямо стало очень-очень часто их трясти. И еще и сильно. Это Ян Маен получается. И там глубина тоже 10 километров. Всего по статистике 4 пятерки, 35 четверок, 96 троечек, 211 двоечек. Общая активность признана как умеренная. Если перевести в атомные бомбы, то всего лишь на целых пять десятых атомных бомб энергии выделилось. Что очень и очень немного, по сути. Переходим к локальным данным. Давайте с американской геослужбы. Вот здесь вот целая серия. У этого Адака. Там и пятерка. И вот это 3,5. 4,5 на глубине 3,8 километров. 3,6 на глубине 74 километра. И западней. У Крысиных островов. Здесь 4,5 на глубине 171 километр. Так. Юг Аляски тоже не отстает. Смотрите. 4,3 на глубине 2,6 всего километра. То есть здесь целая серия на самом деле. Здесь еще 2,2 на глубине 28 километров. 3,4 вот здесь вот в проливе на глубине 38 километров. Ну, а так типично вот здесь вокруг Анкориджа. Немножко в сторону Канады. Отделяется Динали. Доходит до центральной Аляски. И дальше поднимается вот сюда 2,1 на глубине 6 километров. Так. Смотрим Гавайи. Но сегодня в основном в проекте Канады чуть-чуть западнее есть тоже. Двоечка на глубине 11 километров. Так. Прямо у Ванкувера. Прямо у города Ванкувера. 3,7 на глубине 61 километр. Наблюдается у Сиэтла. Тоже здесь 2,2 на глубине 7,5 километра. Еще два взрыва. Один на высоте 500 метров здесь. А другой на высоте тоже 500 метров. И в Орегоне взрыв на высоте 1200 метров. Вот так вот что-то обзрывались. В Калифорнии. Ну, даже немножко стабилизировалась здесь обстановка. Но все равно преобладание видно на юге. На границе с Невадой здесь. И в самой Неваде тоже. Вот. У Солт-Лейк-Сити мы видим. Вот здесь вот одна сейсмичность. Стало тише гораздо на западном Техасе. У западного Техаса, да. Здесь двоечка на глубине 4 километра. И вот два раза что-то взорвали в Оклахоме на уровне поверхности моря. И, скорее всего, это нефтяники что-то там делают. И вот Новый Мадрид здесь со стороны Тенниси. 2,5 на глубине 9,7 километров. Так. У Пуорто-Рико на запад здесь 3,7-114 километров. На самих Пуорто-Рико здесь две двойки 19 километров глубины. На востоке 2,8-13,8 километров глубины. А это Виргинские острова. Здесь 3,7-121 километр. А севернее здесь 3,4-3,6-49 километров. Ну, то есть 4,3-3 там еще так расположились. Так. Это была американская служба. Теперь давайте посмотрим Средиземноморскую. Ну, вот здесь это основное событие. Вот это вот 4,9 произошло на глубине 10 километров. Ну, и здесь вот еще 4,6-4,5 на глубине 10 километров. То есть целая серия, по сути. Если увеличить это, можно хорошо увидеть, что здесь не единичные события. Здесь вот 4,6-4,5. И здесь видно даже какой-то вот фупырышек такой. Подводные вулканы там происходят. Да, вот эти вулканы Ян-Маен вылезли на поверхность. А здесь нет, они остались подводными. И в сторону Свальборда здесь 3,3 на глубине 5 километров. И в северной Швеции 2,2 на уровне моря. Ну, это в горах там, поэтому это под землей все равно. Так. В центре Франции 2,5 километров. На востоке в Альзасе здесь 2,5 километров. У Ливона 2,2 на глубине 5 километров. Северная Италия 2,6 на глубине 6 километров. Вот здесь вот юго-восточная Испания и Кибралтарском проливе тоже активность есть. На Азорах, Канаров 2,9, 11 километров. И здесь практически на каждом острове по одному неглубокому землетрясению. Зона Вранча дает 4,0 на глубине 104 километра. Еще сегодня Денис Хантер размещал в Телеграме о том, что рядом с Одессой произошло какое-то землетрясение. Но мы его здесь не видим. Непонятно, то ли оно слишком мелкое по магнитуде было, то ли не попало просто в Средиземноморское агентство. Рядом с Черногорией здесь две двоечки. В Албании проходят троечки на западе Греции. У Крита 3,1, 12 километров. Затем у Кони 4,0 на глубине 5 километров. Вот так вот. Семерка-то немножко потише стала. Здесь двоечки в основном. А вот Кони здесь выдала 4,0. Ну, видно, что Турция вся, в общем-то, находится в зоне сейсмичности и много мелких землетрясений там. Вот здесь это целая линия выстрелов. Смотрите. Ну, давайте отсюда. Начнем. 3,6-10 километров. 3,6-30. 3,5-5 километров. Здесь 2,7-5. 2,7-10. И в Пакистане на севере 3,2-10 километров. Все это повторяет один в один гряду Гималаев. Вот так вот видно, что по Гималаям прошла вот такая вот серия из толчков. Но магнитуды небольшие. Так. Северный Курилл. Да, 4,1 на глубине 40 километров. Интересное событие. Резко когда видишь, что вся Япония и Тайвань, вот эта вся зона, абсолютно тишина. Даже вот на северных Филиппинах только 3,3. Здесь 3,6 на глубине 48 километров. А в Центральных Филиппинах здесь есть, ну ближе к южным даже, 3,6, 3,7, 3,4. Тоже все неглубокие 3,3, 3,0. А вот у южных здесь 4,8-8,6 километров. 4,2-8,6. У Махера 3,7-25, 3,9-17. И еще южнее здесь 4,8-169 километров. А в Целебском море здесь 3,8-479 километров. 3,5-10. У Соловейси 2,8-10 километров. На юге 3,0-10 километров. Давайте глянем Суматру. Суматру по югу только 3,5-22 километра. Здесь 3,6-13. Запад Ява 3,3-17. Так, уже к востоку от... Постоянно забываю, как это доступ называется. Что же такое? Так, Сумбао. Из Зумба. Зумба, да. К востоку от Зумба здесь 4,4-10 километров. И 3,5-10 километров. Так, здесь 2,7-108 километров. Моря Банда 3,7-137 километров. Здесь 4,7-10 и 3,1-10. Это у Амбона. Так, Запад Папуа. Здесь 3,0-12 километров. Север 2,9-85. И вот здесь вот 5,4 на глубине 10 километров. По сути, это одно из крупнейших землетрясений. Здесь вот тоже происходит вот этот вот жалоб. Он находится рядом с этим жалобом. Ну и видно много островков вулканического происхождения. У Гуама 4,6-91 километр. В Австралии у нас на юго-западе 2,8-3 километра и 2,05. И на юго-востоке, кстати, прямо у столицы 2,3 на глубине 10 километров. Так, Фиджи дает 4,5-542 километра. Тонга 4,9-172 и Кермандек 5,3-10 километров. Еще здесь есть и глубокая 4,1 на глубине 392 километра. И 3,9-209, здесь 3,7-211, 3,7-141 и 3,1-51 километра. Вот такие вот у нас данные. Юг Индийского океана 4,9-10 километров. И смотрите, как здорово здесь реагирует Африка. У нас в Танзании давно не было. Вот у нас 4,7 на глубине 10 километров прямо в самом центре этой республики. Давайте посмотрим. Здесь до дома крупный населенный пункт или до дома. И, кстати, здесь глушь какая-то. Но обратите внимание, именно здесь берут начало реки крупные. Именно здесь происходит водораздел между северными и южными реками. Видите, ну здесь где-то полтора километра, да, высота. То есть невысокая система. Но вместе с тем здесь вот такой вот раздел интересный. Так, плюс Зимбабве дает 3,03 километра. На Мимбии в самом центре 3,0 на глубине 10 километров. Что еще интересно. Ну вот у Ванкувера здесь 3,762. У королевы Шарлотты остров 3,05 километров. Мексика интересно, что на севере ничего нет. А вот юг Кальфорнийского полуострова 3,012 километров. У Калимы здесь 4,4,7 километров. В Акапулько 4,2, 15 километров. Ну и плюс вот здесь 4,3 по югу. В заливе 4,054 километра. Интересно, что Гватемала, Гондурас, Сальвадора, Никарагуа молчат. Тут Кустарико дает 3,5. 31 километра, 3,05 километров. Так, ну здесь только вот у Гаити 3,1, 21 километра. И север Доминиканы еще 3,024, 3,090 километров. А так мы все это рассмотрели в американской геослужбе. Так, север Аргентины 3,1, 196 километров. Север Чили 4,2, 113. Ну плюс еще здесь вот есть тройки. Тоже в пределах, ну там 2,8 на севере. В пределах 100 километров. На побережье здесь средней глубины, троечки вот так идут, где-то 40-60 километров. Смотрите, какой рой здесь у Сан-Хуана. Довольно большое количество землетрясений. Максимально 3,3,120 километров. Но есть и поверхностная здесь 2,9. 3,1 на глубине 29 километров. Так, Южная Чили дает 2,9 на глубине 17 километров. Ну что, на этом все. С вами был Алекс, канал Берегерлаб. Судя по всему, нас ждут интересные выходные. Желаю вам всего наилучшего.